всем приветики купила себе через wildberries подушку ортопедическую от геморроя получается у меня уже была подушечка я когда-то раньше покупал такую подушечку но она не очень потому что она поролоновая вот такая вот и она сильно вдавливается то есть ты когда садишься она прям так она если вот на вид большая то когда садишься напрямую сдавливается уже может стать очень тоненькой и по сути когда садишься на из такой вот толстой превращается в такую тоненькую а это не очень ты практически и не ощущаешь вот поэтому я заказал вот такую она надувается и по идее так сильно вдавливаться не должна тем более что-то вроде просто подушечка а это уже ортопедическая она как вроде бы специально предназначена для этого но она кстати пришла с wildberries просто в прозрачном пакете запечатанном то есть все в принципе видят что именно ты заказал вот пришла в такой коробочке название фирмы фоста надуна разгрузочная от геморроя насос в комплекте она по идее должно надуваться и помогать тем у кого проблемы с этим вот диаметр нагрузка 150 кг у меня где-то примерно 80 кг в принципе это только половина моего веса можно сказать так что она вполне должна выдержать налегке и мне она нужна потому что я очень много сижу за компьютером и у меня уже как бы начальная стадия геморроя и чтобы он не развивался нужно как бы сидеть на такой подушечке потому что получается когда ты сидишь много сидишь там все пережимается как бы и из-за этого возникают проблемы а тут получается хотя ноги будут вот они по краям а ну твоя как бы попа будет висеть вот здесь вот и в принципе ничего передавливаться не будет и геморрой развиваться не будет вот геморрой то получается такие вены выпадают они могут лопаться лопаться кровоточить естественно это все болит вот и получаю ну короче такой неприятная на самом деле штука возникает у тех кто очень много сидит а так как я геймер очень много сижу то в принципе именно так я себе и заработал геморрой вот такая коробочка здесь что написано профессиональная забота о здоровье лечение и профилактика то есть можно как лечить так и использовать для того чтобы он не развивался всякие болевые синдромы снимает кстати синдром в период реабилитации после операции а кстати видел одного ютубера он которому который рассказывал что ему делали операцию и он сидел его точно такой же на такой же подушке я запомнил у него после операции там была такая подушка и он восстанавливался после операции потому что он типа были швы порезано все было вновь восстанавливался я запомнил эту такую подушечку и вот нашел и такой себе заказал вот то что который у меня она вообще ни о чем и поэтому сейчас мы будем распаковывать срок службы три года ну вот открывается она получается здесь кстати написано что там сзади что ее нужно помыть перед применением и надувать насосиком который идет в комплекте не слишком сильно потому что если слишком сильно то наверно когда сядешь она может и лопнуть типа поэтому вообще как бы хотя как я пойму сильная накачал или не сильно вот она коробочка там уже ничего нету и получается кстати тяжеленькая такая в коробочке в пакетике лежала такая свернутая треугольничком подушка как спасательный круг здесь получается из нее идет такой вот ниппель кстати на какая такая как он отico остаются следы от пальцев она как это такая как немножко и равно помыть надо на к вы того какая то в чем-то как будто он пальцев такие следы остаются типа не знаю как будто бы немного то есть жирная таришь но не желная какая такая типа непонятно и наш какой-то рисунок есть вот сама груша это не насосе как груша получается из нее шланжик выходит мы получается все просто мы надеваем по идее сюда кстати как надевать здесь есть резьба а здесь резьбы нету и инструкции по надеванию тоже нету здесь кстати на коробке совсем другой не пиле вот тут он такой без резьбы а здесь резьбой и получается что он может раскручиваться это понимаешь чтобы запустить туда воздух и закручиваться наверно не выпускать и нужно наверное сюда надеть накрутить вот эту вот штуку по идее так мы накрутили а теперь что раскручиваем получается наверное чтобы она входила туда плохо что инструкции нету серьезно он так медленно качает я не могу понять она качает или нет она вроде качает но супер медленно что-то она как-то супер медленно качает это так полчаса будешь качать она качает но как-то супер медленно реально она уже трохи под накачалась но очень медленно интересно а сюда насос от велосипеда от машины подойдет или нет ну в общем принес я насосик такой автомобильный ну раз здесь есть резьба а здесь резьбы нету значит таки может накручиваться туда что-то ну типа можно наверное велосипедному велосипедного как раз такая есть резьба получается вот я сейчас закрутил а когда раскручиваешь слышно выходит короче когда раскручиваешь воздух выходит а когда закручиваешь он перестает выходить ну и получается вот эту штуку можно надеть наверное и зажать и попробовать покачать совсем другое дело намного быстрее правда вот здесь что такое неровное еще и но тут так перекосило так качать приятнее конечно же правда мне не нравится вот тут чего но так переломывается он распрямилась от давления главное чтобы оно не бахнуло и как мне понять когда все ну как спасательный такой круг маленький и как мне понять когда все ну типа хотя он так сильно вдавливается что кажется вообще не все что нужно еще качать но этим явно долго будешь качать вот насосик это совсем другое дело насосиком получше так не все равно как только что слабое просто я просто боюсь перекачать ну все в принципе накачал примерно такого размера она стала я качал до того чтобы более-менее вот эта вот штука распрямилась просто я когда сразу качал ну видно было что здесь такая же такая вмятина была честно распрямилась но здесь даже еще что-то осталось то есть где-то не до конца распрямилась вот тут тут в принципе оно могло бы наверное распрямиться просто когда качаешь ну это ж не колесо велосипедное что ты можешь качать там пока оно вообще станет что ты давишь оно не давится мне кажется здесь может лопнуть тем более что здесь есть такие вот штучки типа сейчас какие-то типа вмятинки но типа не то сейчас найду во какие-то такие вмятинки как будто такие порезики маленькие и вот как-то кажется не лопну типа они не разойдутся потом если их на подкачивать гарантия как и сказали месяц а срок службы три года ну было бы круто что внутри года прослужил вам мне уже наэлектроизовалась кучу всякой пыли короче такое ну и на ней сидишь как на плавающей подушке я уже посидел я типа ты сидишь такой ну получается одна нога твоя здесь вторая здесь а твои ягодицы вот здесь вот висят такие две и здесь такое вот все это вот оно висит и здесь вот оно заканчивается и в принципе нормально то есть сидишь как на унитазике только на унитазике когда долго сидишь ноги начинают умолеть потому что он твердый а здесь я думаю не должны милеть потому что он мягкий и по идее реально твои ноги сидят а все твои ягодицы они вот здесь вот свисают типа и по идее это должно реально облегчать сидеть тем у кого проблемы с геморроем вот у меня немного смущает конечно то что вот здесь вот такие вмятинки есть две если перевернуть тоже здесь вот такие вмятинки ну то есть как бы они бы не разошлись ну и вот так получается оно лежит у меня на стуле и если глянуть то вот так вот ну а если сесть если я сейчас сяду то ну вот и все я сел довольно таки пока что нормально удобненько вроде ну так на первый взгляд если сесть хотя непривычно конечно немного непривычно но там получается свисает вот эта вот часть которая обычно сидит короче таким вот образом все садишься и сидишь я надеюсь то что он здесь переживается она удержит если она наступит 150 кг рассчитана по идее должно выдерживать такая вот штука хопа такие вот девушки но есть такое небольшое ощущение как будто ты на какой-то плавающей подушке потому что сидишь она типа ну ты шевелишься и она тебя перекатывается ну типа то выше то ниже то ниже и ты сидишь то как на плавающей такой подушки реально то выше то ниже так немножко странноватое такое ощущение реально тут чуть наклонишься раз здесь приподнялась с той стороны уменьшилась наклонишься с той стороны увеличилась, а здесь уменьшилась ну и самое главное чтобы она не лопнула подо мной пока я сижу, потому что так можно и испугаться, если она вдруг резко лопнет ну ты же этого не ожидаешь если вдруг резко будет бабах то можно испугаться, мне кажется так что такая вот подушечка надеюсь теперь сидеть мне будет гораздо проще потому что раньше когда я сидел чтобы когда просто ровно сидишь, то немножко тяжеловато было сидеть оно как бы даже порой и больновато иногда бывает вот и я чтобы из этого избежать, я обычно садился подкладывая одну ногу то есть сначала ставлю ногу на стул а потом сверху сажусь на нее типа и сижу так вот потом меняю ногу потом меняю ногу а теперь по идее не придется подкладывать что-то потому что ну это делается для того чтобы приподнялась немножко ну как бы чтобы попа немножко приподнялась и не пережималась А теперь, по идее, не придется этого делать Потому что она и так будет Всегда приподнята Не дотрагиваться А ноги будут одна здесь, вторая здесь И здесь все вот это вот будет Снизу Поэтому такая вот новая штучка У меня для сидения Надеюсь, она мне поможет с моим Геморроем Вот Ну, а дальше остается только пробовать Пока что Вроде как Кажется, что будет нормально Правда, немножко непривычно, неудобно Что ты сидишь Как на таком, я не знаю Надувном матрасе и немножко Чуть шевельнулся, но так немножко все Ну, все Все так плавает Немножко наклонился, сразу хоп, здесь так надавилось Там приподнялось, ну как бы так Немножко непривычно Вот Ну, а на этом все, всем Покедова